Здравствуйте дорогие друзья! Я вас приветствую на своем канале Деревенский Винегрет. И вот в этом видео хочу порассуждать, какие козлята все-таки у нас лучше, весенние или осенние. Ну вот с моей точки зрения, они в принципе по здоровью должны быть одинаковые. Потому что весенние козлята, которые рождаются у нас весной, они у нас в утробе, козы развиваются в зимний период, когда все-таки коза не на выпасе, а в стойле. Ну и соответствующее питание получается у козы не столь разнообразное, как летом. Это зерно, сено, ну и овощи. С козлятами, которые рождаются осенью, все наоборот. То есть они у нас развиваются в утробе козы в летнее время, когда коза более разнообразно питается. Это кроме сена, зеленой травы, веток, листвы и зерна. То есть они получают, с моей точки зрения, в утробе больше полезных элементов, чем при развитии в зимний период времени. Противники этой теории могут сказать, что вот козлята, которые родились весною, они потом выходят на траву, нормально питаются, нормально растут. Да, я согласен, это есть. Но если у вас хорошее сено, опять же, хорошие концентраты, премиксы, тем более первые 2-3 месяца вы держите их на молоке, в основном, то и в зимнее время они прекрасно будут развиваться. Еще такой момент есть в летнее время. Все-таки мы все знаем, это жара, перепады температуры, они хуже пасутся. Куча всяких слепней, которые их кусают, комаров. С зимой ничего этого нет, они спокойненько стоят, вот, смотрите, он и месяц, они уже и сено живут, и зерно они уже едят. Ну и так же с мамкой 2-3 месяца, может быть даже больше, они будут подсасывать молоко. Поэтому, я думаю, по развитию, ничем осенние козлята не уступают весенним. При условии, опять же, если у вас и хорошее сено, если вы можете и овощи им дать, и качественные концентраты. Но я считаю, что у осенних козлят есть одно такое хорошее преимущество перед весенними. Когда приходит время случек спариваний, то очень часто стоит вопрос, в каком возрасте и когда крыть козочку. Ну, кто-то говорит, там 8, 7, 9, 10 месяцев. От веса козочки у вас много зависит. С осенними козлятами однозначно у вас такой проблемы не будет. К сезону спаривания козочкам будет уже около года. По-любому, если они были здоровые, нормально питались, своих там 32-35 килограмм они свободно наберут. Поэтому первым охотам они будут полностью готовы к спариванию. Ну, ранние весенние козлята, январские, февральские, как правило, тоже успевают вырасти. Но, тем не менее, здесь стопроцентная гарантия. Козлики, да, они могут, как говорят, в 4-5 месяцев. Но вот мой козел, он наябрьский, конец ноября, он родился. И вот в мае в 5 месяцев, да, он делал садки, но вот эту козу, в частности, которая козлята, в 5 месяцев он не покрыл. Покрыл он его только, получается, на следующую охоту, через 21 день, когда ему исполнилось 6 небольших месяцев. Вот вроде бы 21 день немного, но вот разница получилась. То есть сейчас ему год, он у меня прекрасно отработал сезон. Все-таки более поздние козлята, именно козлы, ну, покроют, но вероятность того, что будут осечки, она присутствует. Поэтому, я думаю, что спор о том, что те козлята лучше осенний или весенний, он по большому счету не актуален. Есть плюсы в одном случае, и есть плюсы в другом случае. Вот видите, козочка и козлик, месячные ребята. Нормально растут, нормально развиваются, вот так. И сено поели, и молочка пососали, ну, и чем-нибудь хуже весенних. Тем более, все-таки пищеварение у жвачных, оно отличается от остальных млекопитающих. И по большому счету, сено это или трава, мне кажется, на развитие козлят влияет поменьше. Ну, вот. Может быть, немного разбивчиво рассказал. Ну, рассказал. Поэтому, кому интересно, кто согласен со мной, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Кто не согласен, тоже оставляйте комментарии, ставьте лайки. И дизлайте. Все, спасибо за внимание.